здравствуйте уважаемые доброго времени суток меня зовут ника я живу работаю в нью-йорке и я рада приветствовать вас на моем канале посвященном американской винтажной бижутерии и сегодняшнее видео мы посвятим всеми вами очень любимой теме так понравившийся разбор бабушкины шкатулки у меня все мои поставщики уже знают что мои зрители девочки любят либо разбор бабушкины шкатулки либо распор ювелирной банки джавель и джавель и джавель поэтому если у них появляется возможность где-то им попадается мне звонят всегда первые предлагают хочешь как бы коллекцию сразу в шкатулке я рюда хочу но традиционно я начну с украшений которые я делаю сама авторские мои я их делаю либо из винтажных материалов либо из полудрагоценных драгоценных камней которые я заказываю в в азиатских странах у ювелиров итак первое украшение это люцит красные кристаллы тоже какое-то время они у меня собирались сми когда попадаются кристалл одного цвета их сбрасываю есть такие коробочки с емкостями я просто сбрасываю сбрасываю когда накапливается какое-то определенное количество я понимаю что я могу из этого сделать какое-то украшение то есть это все бусины из каких-то разных историй вот но я их совместила в серебряной фурнитурой по центру такого крупная вот эти вот немножко с и бензиновым эффектом дали эффектом об и такие плоские вот поставила замочек тоггл и черные проставочные бусины из нам почему-то вот черная с красным мне кажется что она как бы хорошо играет вот и получилась такое колье чокер очень симпатично смотрится такой знаете с летним каким-то даже в белом сарафаном смотрится очень прилично так следующее украшение это драги полудраги я заказала в не прислали со шри-ланки отдельные такие элементы это граненые полудраги цены камни в оправе безель аметист розовый кварц лабрадорит я собрала их такое ожерелье великолепная да они не прозрачные понятное дело да ну но это натуральный материал а вот это не сказал сердолик мы смотрю что это что-то пропустила вот я еще заказала чуть меньше размером поставила сюда 7 поскольку как бы это в серебре оправлено это поставила серебряную застежку так следующее точно также собралась у меня достаточно большое количество черных красивых бусин вот я поняла что пора с ними что-то делать тоже по центру взяла нравится мне когда есть центральная часть не знаю некоторые считают что как бы это делать не обязательно ну вы же понимаете на что это дело вкуса я люблю это есть вот центральная часть какая-то сзади можно что-то попроще дальше вот такие вот очень интересные ёжики так называемые очень интересные граненые овального цвета это стекло то есть тут тут смесь и пластик и стекло они за счет этого такие не очень тяжелый потому что есть стеклянные граненые черные бусы то они конечно наши одеваешь и чувствуется вес в золотой фурнитуре черное золото мне тоже кажется так очень выигрыш на и поставила такой замочек бочонок раскручивается такая вещь у нас так следующее это тоже полудрах так называемый тигур тигровый глаз стали каши я чачий глаз как его там называют тоже это из разных скажем так опер вот эти эти и эти то есть три вида материала вот мне всего было по чуть-чуть я их совместила тоже поставить замочек тогу и самое интересное это кулон значит я взяла основу яшму здесь это кабошон тоже тигрового глаза цветочек листочек и божья коровка все это совместила . божья коровка это одиночные серьги как это все серьги забыла как по-русски это называется с иголочкой который не с крючком вспомним скажу так следующее великолепные вещи хочу даже их вы гулять это вот такие серьги мне попались две бусины офигенные с натуральным перламутром таким розовым и я поняла что их нужно как-то как-то я взяла застежку которая на это клипса но она имитирует проколотую ушку то есть когда вы оденете на на ушко то будет казаться что это сережка хотя это клипс поэтому эти серьги может позволить себе любая женщина абсолютно с проколотыми и не с проколотыми ушами так следующее это прозрачная граненая бесцветная как хотите цветовая гамма люцид люцид стекло ну тут уже стекло и даже есть хрустальные бусины тоже всего по чуть-чуть насобиралась и я поняла что я могу с этим поиграться и сделать красивое украшение серебряная фурнитура и вот и серебряный замочек лобстер что скажете поделитесь своими впечатлениями в моих творениях так следующее здесь я как бы поигралась у меня было 6 бусин плоских вот таких арт стекла как-то браслет я такого плана не люблю то есть что его собирать на на резинку это точно не не мой вариант вот поэтому я решила что я сделаю колье и оформлю его зеленым стеклом поэтому по центру зеленая стеклянная бусина граненые две бусины тоже стекло 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 и здесь немножко пластика вот так вышло тоже бочонок тоже очень симпатично коротенькая в общем то можно сказать что чокер дальше следующее украшение это тоже натуральные камни они такой имеет произвольную огранку ну кто любит натуральные камни ты такую граммку тоже я знаю что очень уважает это тоже разного разные материалы тут все что хочешь есть и сердолик здесь и яшма и нефрит и кварцы тут есть такая вещица у меня получилось здесь фурнитура под золото такие шапочки вот и замочек бочонок эта вещь мне очень нравится скажу честно так и с моими сегодня я украшениями закончу вот этим шикарным клеем вот вы не поверите мне попалась в одном месте попался браслет причем такой замухрышный замухрышный но красивые бусины я беру когда я вижу украшение из красивых бусин даже если она в каком-то там кошмарном состоянии все равно беру потому что я знаю что я смогу его как бы превратить видите во что-то интересное и буквально через неделю в другом городе в другом магазине увидела я украшение на шею тоже какое-то такое замухрышно зачуханное непонятное в общем какая-то ерунда вот и я взяла совместила эти два украшения ну то есть они очень были похожи по цветовой гамме то есть например вот эти бусины до из одного украшения а вот эти бусины из другого украшения вот и я совместила их сделала вот такой вот украшение на шее мне кажется что получилось очень даже ничего замочек лобстер такая красотень так ну что шкатулочки шкатулочка у нас сегодня будет моднявая видно бабушка была очень козырная смотрите какая шкатулочка заглянула я врать не буду там есть на что посмотреть не знаю успели мы ли мы сегодня одним днем или нам придется как бы это все дело растянуть на два посмотрим я заинтересована конечно в одном дне выглядит это вот так же сразу покажу и я думаю что мы с вами начнем да так тут у нас с брошами так цветок 4 листник и вставки это натуральный кварц золотой то есть маркировочка я сейчас скажу с джей что ли а ну вы посмотрите вы я знаю что вы меня глазастые вот здесь с и джей мне кажется если нет поправьте вот такая пищица так следующее ой красота брошь как она должна быть вот так наверно да какая-то загугулина с красивее звездной вставкой люцитовой какого-то малинового цвета очень красивая вещь и цвет античного золота да у женщины был очень вкус необычный на украшение не поспоришь следующее украшение это тоже натуральный камень и такая брошечка старенькая это дымчатый кварц как мне кажется так мы сначала по брошам да а потом перейдем тогда к следующим боже а вот какая красота брошь планка серебряный тон усыпана вся кристаллами усыпана красивезный рисунок одного кристаллика нет или он потемнел непонятно очень красивая вещь вот это просто сказка так следующее украшение котяра две котел и даже папа кот и котенок или как-то это папа правда это не мама вот это больше на женское выражение лица похоже здесь такое суровое мужское ну в общем серебряный и золотой тон два котика это же маркированная ожидала увидеть джей джей вы знаете но увидела тоже непонятно что уже покажу вам первый раз я вижу такую маркировку не знаю надо поискать посмотреть что что сие значит но брошка явно старенькая просто есть я знаю такое что были компании которые выходили на рынок какое-то время работали недолго потом не что-то не получалось они закрывались и допустим проработав даже полгода год какое-то количество украшений на рынок они выпустили эти украшения соответственно как бы на этом рынке периодически всплывают и соответственно как бы никто не знает даже не в каталогах может не быть так далее с большим трудом получаешь информацию о каких-то таких вот но редких великолепная брошь реалистичная мужчина с бокалом пива у него шикарный автомобиль ретро центре нью-йорка где-то сидит много таких лавочек вот а вот это уже скорее всего джей джей хотя вы знаете тоже как-то так jc я буду потом разбираться красота комбинация матового и глянцевого золота причем вещь 3d посмотрите хочу показать так вот тогда ты здесь три уровня в трех плоскостях мужчина в одной плоскости автомобиль другой и здание в третьей за счет этого такая знаете как картинка детские вот эти книжки которые открываешь а там так вырезано что она какой-то объем получается типа 3d такая точно брошь так следующая маска маска кто вы кто вы маска вот это вот это уже джей джей это же джей джей тоже вот поэтому я и говорю что очень я ожидала да вот стиль причем вот этот металл для джей джей более характерен чем вот этот они очень любят пьютер этот венецианском стиле брошь даже не даже не знаю что сказать красивая очень красивая необычная маска матового золота окружена каким-то воздушным облаком серебряного тона красавица красавица вся усыпанная кристаллами а.б. снежинка старенькая серебряный тон но она еще может использоваться как два ушка есть как кулон следующая брошечка art стекло такой треугольный ромбовидной формы не маркирована но очень это мне как-то носа рукавин 3 очень это дело напоминает так есть да следующая брошь брошь тюльпан невероятная невероятная особенно вот это вот я бы сказал до отделка такого глянцевого золота такая жесткая на фоне на фоне самого цветка и лепесточков с брошировкой очень выигрышно смотрится боязка видно до поиска поиска не или делать украшение здесь ничего даже ничего даже обсуждать следующая брошечка не знаю такая как вроде веточка до согнутая в два колечка броши раванная симпатичная такое это же есть маркировочка очень миленькая это монет покажу вам поближе так теперь посмотрите следующая брошь я думаю она там должна быть такой дизайнерский интересный ход треугольной формы с какими-то вырезами разрезами посредине непонятными глянцевая и что это у нас такое но знаете как-то плохо читается но мне кажется что это три фаре что-то сегодня очень совсем такие миленькие эти смотрите вы мне кажется что три фаре я буду смотреть и говорила да неоднократно что записи я могу себе позволить только в ночное время и все равно сколько света не включи его быть недостаточно вот поэтому я при дневном свете еще потом это все пересматриваю слухой и после этого же тогда это все дело придет в магазин так немножко сережек есть тоже кстати очень симпатичные смотрите крупные серьги серебряного тона а может быть даже и серебряные очень похожи и вставки пластиковые хотелось бы конечно чтобы здесь было стекло лучше оникс но к сожалению к сожалению к сожалению маркировочек тут нет ну надо потестить на серебро очень похоже так следующая пара серёг такого бронзового тона причем посмотрите какие они двойные 2 как это двухсторонние наверное да здесь ажурная поверхность и такие лепесточки выполнены в технике куазаны эмаль а с обратной стороны такая чеканка птичка на ветке такого я не видела обычно задник задником обычно не заморачиваются здесь прям просто прям постарались 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 так еще одни серьги золотом тоне очень интересные здесь эти основные подвески дали как это сказать с камнями натуральными аметист кварц эмаль здесь тоже кварца лет очень интересное решение так есть еще пара сережек здесь нужно чтобы не потерялись их надели на подложку смотрите какая красота треугольная форма но мы снимем посмотреть же есть там маркировочка или нет треугольной формы стекло кристаллы голубые внизу три штуки зонечек брашированный маркировочек нет очень эффектные серьги такое синее глубокое стекло сафирового цвета так и очень похоже по цвету здесь ставочка в этом украшении и она лежала рядом мне почему-то кажется что это носилась наверное вместе а может быть и нет это я забываю русские слова не лазурит и лазурит напомните мне это синий камень так это пластиковая ставочка серебряный тон эти бусинки одеты в шапочке очень симпатично тоненькая цепочка замочек и давайте посмотрим что это так а это она это не на речи я знаю это украшение ну если эту маркировочку на речи хорошо не на речи это всегда хорошо так следующее украшение такое интересное посмотрите я так понимаю что это чокер это чокер который одевается на середину шеи не под шея на середину то есть в центре шеи особенно у кого тонкая длина шея такие вещи они очень эффектно здесь но в америке был видно период когда было модно мне попадается и и сороковые и 50 и 60 года вот чокеры как-то народ полюблял поэтому это где-то 60 и 70 шпринильный замочек так дальше без шляпки никуда это тоже джей джей почему-то шляпка практически все бренды имеют свои шляпки на что и 3 фаре есть и у маны есть шляпка и у 40 внутри там их целый шляпный гардероб так следующее украшение это серии великолепные серии золотого тона с подвешенными жемчужинками посмотрите листики брашированы красиво это хочется сказать пин и я не помню напомните мне как называется это по-русски красота правда же так ну что поехали дальше коробочка у нас с этими закончилась переходим к трубу с брошечками сережечками переходим коробочки с бусиками так больше красота какая я так люблю такие вещи три ряда красоты здесь комбинации арт стекла пластика и металла причем бусины посмотрите есть какие красивые вот эти категории бейдинг кейк относятся эти с покрытием а.б. здесь стекло тупо арт стекло тут посмотрите тоже какая-то эффектная бусина вот металлическая тоже какая-то такое какое-то покрытие бензиновое вот это два пластика затесалось на такой плотный достаточно пластик это дальше все стекло вот и один ряд эта цепь крупная вот единственное что мне не нравится это веревочка я ее поменяю на цепочку будет лучше смотреться не знаю зачем они так сэкономили что ли на шнурочек он во-первых это не лично с одной шеи на другую с другой стороны он изнашивается быстро и вообще тут видно любитель был шнурочков потому что еще один ну это муранское стекло однозначно называется именно эта техника да вот такие то вытягиваются такие вот трубочки то есть сначала и стекло допустим берется красного цвета втягивается облакивается стеклом белого цвета вытягивается потом опять красного и потом вот так вот это нарезается как колбаса и получается вот такая штука здесь наверно шнурок в тему потому что подмуранское стекло цепь сложно подобрать это реально и это наверное останется то как есть дальше ой мой любимый люцит посмотрите какая невероятная сказка леденцы просто леденцы причем два вида люцита прозрачный матовые комбинируется это же вот как я люблю есть центральная часть и дальше по нисходящей побывающие вернее к совсем маленькому и приняли замочек так а теперь стекло посмотрите какое стекло красиво просто но невозможно да такие украшения они бодрят класс золотой тон да но тут какой-то красное золото и желтое золото и какой-то зеленоватый оттенок и очень интересный замок такое как бы сама застежкой стандартная но часть куда вводится непосредственно застежка в виде бантика так следующее украшение я вижу здесь по выпадали камушки надо больше что-то придумать вот здесь не хватает и здесь здесь еще подобрать что-то можно здесь конечно будет сложнее нужно что-то придумаем так давайте посмотрим кто это у нас а это чикос чикос есть божественное украшение у меня тоже есть несколько украшений струя просто обожаю такой сказочный чикос тон и знание ра бронзовый да но не медный бронзовый тон крупное украшение такое состоящее из массивных отдельных элементов украшенных кристаллами камбошонами эмальевыми вставками а кстати здесь можно будет просто залить какой-то эмалью и будет хорошо следующее украшение бирюза бирюза в америке очень любимый материал и фактически сразу маркировочку показываю какой-то и ви макс фактически в гардеробе ли как это в шкатулке каждой женщины украшение из жемчуга и из бирюзы будет всегда бабки не ходи старенькая же ведь уже позеленела от времени все знают да что бирюза со временем теряет свои цветовые голубые стенки и превращается в зелененькое что это так здесь трифари подвесочка цепь длинная такая да в стиле трифари вот эти бусины стеклянные а вот это явно пластик но пластик гранионный и такой знаете под скин ангелы как и под кожу ангела коралл вот очень интересные элементы виде бабочек до вузлы завязаны крупный шпирингельный замочек 60 и 70 так следующее украшение это тоже натуральные камни я шима центральная часть а здесь что хотите и бирюза они бирюза аметисты сердолики и кварцы вот это зелененькая не знаю даже что это может быть какой-то молодой вид дождик может быть у них сможет быть такого цвета тоже может быть у них такая роскошь так следующее украшение вы знаете она какое-то очень подозрительная в плане я хочу посмотреть маркировку прежде чем мы начнем говорить 18 каратный gold plate все это украшение покрыто 18 каратным белым золотом сразу видно да что очень эффектные шармы такие в стиле причем все шармы про маркированы с двух сторон единственное что вот эти подвесочки я бы убрала бабочка дельфинчик сердечко потому что такое солидное украшение шикарное которое вообще в общем не стыдно одеть да в какое-то приличное место вот эти три и смешные весюльки несерьезные мне кажется что это лишнее так ну что сегодня надо уже нам заканчивать уже больше чем полчаса мы с вами работаем вот осталось тут не так много но я потом это видео не смогу загрузить мне будет тяжело загружать поэтому давайте мы на сегодня попрощаемся и следующий раз продолжим разбор бабушкины шкатулки вот на сегодня всего хорошего вам нет войне всем хорошего настроения будьте счастливы любите друг друга подписывайтесь на мой канал кто не подписан поставьте лайк вам не жалко мне приятно чтобы видео выходило в топ и меня было больше подписчиков и для меня это будет стимул записывать для вас в дальнейшем новые интересные видео сегодня всего хорошего хэгудэй байбай ваша ника